Приветствую вас, 9. Елена задает вопрос, где пишет папа, что молодой человек при интимных встречах приписывает ей несколько преувеличенные, так скажем, черты, несколько преувеличенный характер, несколько преувеличенный опыт в этих самых интимных вещах, и называет ее в том числе более опытной, и называет ее продавцом определенных интимных услуг, правда высококлассным продавцом, но тем не менее. Да, и, в общем, постоянно по словам автора об этом говорит. Сама автор как будто бы не совсем определилась с тем, как на это реагировать, что, в общем, непонятно. Вот, с одной стороны ей это вроде льстит, с другой стороны ей как-то вообще-то не очень приятно подобное слышать. Вот, опять же, на мой взгляд, реакция вполне нормальная, да? Наверное, никому неприятно слышать подобное, точнее, любой комплимент, да, приятно слышать там до определенной степени, вот, когда он, как бы, уже откровенно не переходит в... Такое ощущение, что на месте тебя видят кого-то другого. Вот. Поэтому реакция... Телемма вполне естественная, вот, но она несколько в растерянности и спрашивает о том, почему молодой человек себя так ведет, вот, что вообще-то, говоря, он имеет в виду, да? Вот, и почему его интересует мое прошлое. Вот, такие вопросы задает автор. Вот. Что ж, давайте попробуем ответить на эти вопросы. Вот, я не буду... Стой категоричен, как мой коллега, вот. Точнее, один из моих коллег, вот, откровенно называющий мужчину абьюзером и так далее, на мой взгляд. Да, это может быть, конечно, проявлением абьюзерства, но... Мне кажется, что... Для абьюзерства нужно что-то еще. Вот. Мне, например, кажется, что в большей степени абьюзерством является не то, что говорит этот человек, а то, что он, в принципе, находится на интимных встречах с вами. Вот. Ну, как бы, понятно, что вам, может быть, это... А для вас, может быть, это... Нормально и... Приемлемо. Для вас. Подоб... Подобно. Может быть. мной... Но мне все-таки кажется, что... Если... Вы... На сто процентов... Не отдаетесь... Помой, что происходит, если на сто процентов... То, что происходит, не является... Тем... Чего вы хотите. то это, к сожалению, в большей степени можно назвать абьюзовством, чем его слова. Ну, потому что, как бы, слова, извините, это в данном случае просто слова. Да, то есть они не являются пока что подкреплением, продолжением каких-либо действий. Вот, для чего мужчина все это говорит, спрашиваете вы. Первое, что приходит на ум, это фантазия. То есть, как вам нравится сопоставлять ваш внешний образ с своим образом. Как бы, да, то есть ваш внешний физический образ и его психологический образ. Вот, то есть ему нравится думать и представлять вас в образе вот того, что он вам приписывает. То есть это такая фантазия. Второе, это неуверенность в себе. В подавляющем большинстве случаев, люди, которые интересуются прошлым, это люди неуверенные в себе. Пытающиеся убедить себя в том, что они единственные партнеры. И самые лучшие, это большая проблема для человека. Потому что самым лучшим быть нельзя. Единственным быть невозможно. Хотя бы потому, что, извините, все мы живем в мире людей. И даже если вы находитесь в отношениях, все равно вы видите кого-то, все равно вы сталкиваетесь с кем-то. Вот, все равно вы можете обратить внимание на кого-то, кто вам понравится. То есть совсем полностью единственным быть нереальным. И никогда не было реально, не только в современном мире. Но для таких людей это важно. Понятно, что происходит не от хорошей жизни. Понятно, что происходит это потому, что человек в себе сомневается. Но тем не менее. Вот. И следующий момент, это проявление недоверия. Это, как бы, перенос на вас собственного негативного опыта человека. То есть когда-то человека могли обмануть, либо он пережил какой-то опыт измены. И, соответственно, сейчас он на вас, вот, переносит, как бы, свою травму. Вот это ключевые аспекты. Вот самые такие. Ага, просто вот, помимо, так скажем, абьюдов. Другой вопрос. Вы говорите, что вам обидно, что это не так. То есть, как бы, вот, данное чувство, что вы не такая, как у вас. Какой хочет видеть вас молодой человек. Вот это очень больше напоминает абьюдовство. И больше напоминает попытку вами манипулировать. А с целью того, чтобы вы старались угодить. С целью того, чтобы вы подчинялись, не были собой. Но, хочу обратить ваше внимание вот на что. Хочу обратить ваше внимание на то, что можно, конечно, обвинять человека в том, что он такой плохой. Пытается вас себе подчинить и так далее. Но, здесь я бы посмотрел на то, каким образом эта обида у вас появляется. Это неприятие ли себя, страх ли это потерять отношение мужчину в данном случае. Может быть что-то еще. Вот на это я бы обратил ваше внимание, потому что это ваше слабое место. Соблазн им воспользоваться слишком велико. Я бы не старкивал бы людей с соблазнами. Вот. Как-то так. Как-то так. В целом у меня сложилось впечатление, что с молодым человеком вас не так, чтобы много связывает. В целом у меня сложилось впечатление, что с молодым человеком у вас не так, чтобы много общего, потому что, как бы, ну, диалог ваш, ваш разговор намекает. Вот. Не совсем понятен контекст интимных встреч, то есть в данном случае, как он, как они, точнее, эти интимные встречи, вплетаются в целом в ваши отношения. Если что-то еще, помимо, как этого много, насколько это значимо, насколько это устойчиво и ценно. Но, вот, как бы, говорили ли вы молодому человеку своему о том, что вам обидно и как он к этому относится. Это все очень важный аспект. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.